Поэтому эти методики, с одной стороны, они вроде как современные, но, на самом деле, они тысячелетия. Их использовали, используют и будут использовать. Следующее, о чем я хотел рассказать, это про эмоции. И про эмоциональный интеллект – тоже отдельная история. Это о том, что очень сложно бывает осознавать эмоции. У нас времени не очень много, представлюсь обзорно. Рассказать о том, что существуют у нас ключевые эмоции – страх, гнев, печаль, радость. Существует очень много оттенков. И вот здесь, видите, даже есть пустое такое пространство. Это есть у нас в Петербурге такая экватор. Они занимаются обучением национального интеллекта. Я был у них в самой школе. Что они придумывают даже названия для таких вот эмоций, которые только-только появились. То есть там «печалька», «ничижительные» такие слова. То есть в русском языке их как бы нет, мы их особо не используем. Ну, недовольство, что-то такое. Очень важно, что когда мы свою эмоцию называем, вот это самое интересное в том, как практикуют эмоционально, и о чём говорят сейчас про текущую эмоциональность, то как только мы называем эмоцию, мы можем её почувствовать и можем понять. До тех пор, пока мы не придумали их имя, пока мы её не осознали, эмоция может владеть нами. И вот в этот момент, когда мы называем им то, что мы переживаем, или то, что мы, вот как вы говорите, это человек грустный, или он устал, мы тем самым синхронизируем эмоции, мы наши эмоции синхронизируем с интеллектом. Вот эти два ума, эмоциональные и интеллектуальные, они соединяются в этот момент и начинают работать слитно. То есть мы вот эти кожи, мы хватаем за контроль. Если мы не понимаем, о каких эмоциях говорят, работает только наш будхи. Поэтому вот это осознание и маркирование, то есть назвать, может быть у вас будут какие-то свои слова, но вот это наиболее, причём я сейчас следующий слайд покажу. Градация здесь одна, а вот на английском языке можно видеть, например, более, да, так, цветовой ещё, да, более детализирован. То есть осознание эмоций, их обозначение, оно очень помогает нам понять, и помогает как раз вот опять же повторять. Вот мы услышали, с какой эмоцией человек говорит? Мы можем с одной стороны повторить это предложение с этой же эмоцией, всё попробовать, а потом попробовать эту же эмоцию, может быть, выразить какими-то другими словами. Следующее, вот об этом тоже в учебниках не узнаете, это индийские знания, это понятие панчи-коши. Вы, кстати, знаете, что матрёшка – это, на самом деле, не русская игрушка? Знаете об этом, нет? Да, это японская игрушка, которая к нам попала на ярмарки, и, на самом деле, вот эта вот история про панчи-коши явно могли понять через буддизм там и появилась. То, что одно, одно, одно. Одно находится в другом, да? То есть существует наше тело физическое, вот этот вот уровень совсем маленький, анна-майя-коши, так называемая. Анна – это вообще еда на санскрите. Следующее существует прана-майя-коши, прана – энергия, да? Как оболочка – мана-майя-коши, да? Это вот тело как раз вот этого мана, эмоциональное тело. Существует бидьянан – намайя-коши, да? И бичнана – по-разному эту букву можно читать. На санскрите бидьян или бичнана – это оболочка знания, оболочка вот этого самого Будды. И существует ананда-майя-коши, да? Ананда означает блаженство, то, что находится уже за этими оболочками. И понимание того, что вот эти… Это, собственно, информация об этих телах, она, видите, упоминание здесь. Написал в Тайтырио Панишадо. Я не знал здесь сами цитаты приводить, потому что там очень большой текст про каждую из этих корж, как они устроены. Важно понимать, что с точки зрения древних они есть, и они полностью сочетаются с вот этим знанием предыдущим, да, про то, что есть наша душа, которая взаимодействует через тело с нашими эмоциями и с нашим Буддем. То есть мы можем таким образом понимать, на каком уровне, да, вот как вот этот слоеный пирог, как вот этот луковица в самом начале показал, где, кто, когда, почему, мы взаимодействовать можем на разных уровнях. Не только на интеллектуальном, но и на эмоциональном, на уровне чувств, да, ощущений. Об этом, собственно, речь, да? То есть знание того, что они есть, помогает нам это понять. Еще одна концепция, тоже из древних текстов, о пяти состоянии сознания. Существует йога-сутра-патанжали. Может быть, слышали, вообще посвященную йоге очень много текстов, но самый такой известный, самый распространенный – это йога-сутра-патанжали. Йога-сутра – это, собственно, текст, посвященный йоге. Патанжали – это вот автор. И вот эта цитата, здесь внизу она, «Шифта-мунха-мишипта-ре-каграм-нирутхамиди-чи-да-ся». Это вьяса, который комментарий уже сделал к этому тексту. И здесь существует пять состояний. «Шифта» означает «просать». Это обезьянь, ну, можно так сказать, у ребенка. Который вот одно схватил, другое бросил, он неустойчив ему. Он не может сфокусироваться, не может сконцентрироваться. Следующий – «мудха». Очень неглительный, тугадон такой. «Мудха» означает тормоз, можно так сказать, тупой. Освенно он, когда… Это может быть, например, какой-то взрослый человек, у которого есть своя точка зрения, и он не готов ее менять. Например, как иллюстрация такая, может быть. Он какие бы доводы ему не приводил, как бы логично ты ему не пытался объяснить то, о чем такое сказать. Он не будет слушать, у него это своя точка зрения, она одна, другая, как бы вообще не существует. «Викшипта» у «мабочки» – это уже более устойчивое состояние сознания, но еще не абсолютно сосредоточенное. Следующее – «экограб». «Эко» означает «один аграб схватить». То есть «фокусированное» можно по-русски перевести. Это состояние аиста или цапли. Ну, вы можете себе представить птицу, которую в воде нужно поймать рыбу. «Любушка». Вот нужно полностью сфокусироваться на текущем моменте для того, чтобы в нужный момент совершить соответствующие действия. И «биродха» – отрешенность. «Лотос», цифру «Лотоса» – это когда человек уже ушел в такое состояние осознанности, что он может даже не концентрироваться, но он полностью здесь и сейчас. Он полностью в моменте. Почему очень важно понимать эти состояния? Это важно для того, чтобы вы понимали, с каким человеком вы говорите, опять же, как. Как происходит коммуникация? Какой это человек? К какому уровню сознания? Потому что, если это уровень векшита, уровень бабочки, то вы можете на одной волне, скажем так, разговаривать, на разных темах можете говорить. И скорость речи, то, как вы взаимодействуете, будет одним. Если вы разговариваете с ребенком, например, то речь, взаимодействие будет по-другому. С одной стороны, если говорить про внешнее, то нам важно понимать, в каком состоянии находится тот человек, с которым мы говорим. Но с другой стороны важно понимать, в каком состоянии находимся мы сами. Определить, на каком из этих городах. И они могут меняться в связи с какой-то ситуацией. Понимаете, да? То есть в одном состоянии может быть, в другой ситуации может быть, в другом состоянии. И вот здесь еще есть пометки «раджас», «дамас», «сатва» – это различные гумны, так называемые, качества. «Раджас» означает «перстый», «яркий», «дамас» означает «темный», «сатва» означает «чистый». Да, соответственно. Только не до конца шлогу до числа. Перейдите в строчку. «Дхумми» означает «семля». Да, то есть вот. «Мерутгам» ити, читася, «дхумая». «Чита» означает, собственно, «сознание». «Читтася» означает «сознание я», в смысле как родительного падежа, кого-чего. «Дхумая» – ну то есть «состояние». Можно так перевести. Да, и, соответственно, нам для того, чтобы сонастроиться, вот этот пример тоже из другого текста. Это «чанаки нити», «чанаки бандита». «Джал биндо нипа тэйна крама ша пургетэк хата. ЦАКИ ТУ САРВИК ХАНАМ ХАРМАСЯ ЧАТХАНАСЯ ЧАТ». Да, что означает, это что? Даже что-то забуду, просьбу перевести, написать. Что «джан» означает «пада», «биндо» – точка или капля. «Нипа тэйна» – падающая, не спадающая. «Краама ша пургетэк хата». То есть наполняет «хата» горшок означает. То есть каплей за каплей наполняется полностью горшок. ЦАХИ ТУ САРВИК ДИАНАМ таким же образом. Все знания – дхармасья – долг, честь, благость, чад, дханасья – чад и богатство. Таким же образом они накопляются. То есть для того, чтобы нам что-то получить, как правило, нельзя это получить сразу. Это требует некоторого времени. Но капля за каплей этот горшок наполняется для того, чтобы мы что-то узнали, для того, чтобы обрели богатство и для того, чтобы обрели благочестие или какой-то характер воспитали. И здесь вещь о том, что нужна практика – практика. То есть для чего это шло куплюет? Для того, чтобы вот эти состояния вылавливать, для того, чтобы эти эмоции чувствовать. Тут очень нужны эти навыки практиковать. И это нужно делать правильно. Потому что если мы будем, как я говорю, пытаться вот это почувствовать интеллектуально или интуитивно догадаться, о чём же идёт речь, то мы ничего хорошего не получим. То есть вот видите картинку, понять, что же на этой фотографии, почувствовать – очень сложно. То есть мы можем представить, что это улица какая-нибудь, там, новогодняя ярмарка или ещё что-то, но вероятность того, что здесь что-то совсем другое, она очень велика. И совсем наоборот, если мы свой интеллект используем как раз для того, чтобы настроить пазл. Когда мы здравым смыслом понимаем, о чём же шла речь. Таким образом, контекст мы получаем за счёт здравого смысла, а хинди, в данном случае, или иностранный язык мы изучаем через сам хинди. Причём мы можем его изучать, как мы с вами сделали, через контекст. Также существуют специальные словари. То есть я своим студентам категорически не рекомендую использовать хинди, русский словарь или хинди-английский словарь. Существуют хинди-хинди-словари. Так как в английском, например, Логман очень известный есть язык, когда, тезаврус ещё они называются, когда новое слово вы читаете через другие слова, приводятся синонимы, приводятся объяснения, что это слово означает. Да вообще, на самом деле, вот эта технология – это очень приемная эта история, потому что существует, например, Амаркоша – это тот же словарь санскритский, который в тысячелетии, который выглядит следующим образом. Есть слово «река» и его синонимы штук 20. Следующее слово, и ему точно так же там с богами, точно так же там с животными, там целые как бы разделы. Да, когда не перевод даётся, а его даётся, например, синонимы. В хинди, конечно, в этом смысле синонимов очень много, а в санскрите ещё больше. То есть, например, если мы с вами в электронные слова сейчас залезем, для одного слова «вода» существует около двухсот синонимов в санскрите. То же самое для слова «огонь». Да, поэтому грамматикой, переводным методом учить санскрит невозможно. Какое вам слово «огонь» в тексте или в речи попадётся, из этих двухсот вероятностей, просто, мы понимаем, это очень большая. Но если мы смотрим через контекст, если мы смотрим, почему здесь должно быть это слово, мы можем понять, о чём идут речи. Ещё одна шлока. Ятха читтам татавача ятхавачас татхакрия читтывачикрия ятча вскаду вна веку рупатат. Каково сознание читтам, да, вот у нас слово было уже. Ятха читтам татхавача, вача означает речь. Каково сознание, таково и речь. Ятхавачас татхакрия, какова речь, таково и действие. То есть как человек думает, как он говорит, так он и действует. Читтэ вача крия янча саду нам эка рупатат. Читтэ, да, то есть сознание, вача, речь, крия янча саду нам эка рупатат. Сознание и речи действия благом, саду нам, эка рупатат, они едины. Когда человек синхронизирован, он говорит то, что он думает, выражает те эмоции, в которых он находится, и то сознание читает еще и душа. То есть он не противоречит своей душе, можно так сказать. Не кривит душу, по-русски мы говорим. То тогда это все сбывается в единый поток. Тогда все становится на свои места, можно так сказать. Да, и возвращаясь к тому слайду, о котором мы в самом начале говорили, можно увидеть, как вот эти методики, вот эти знания древней, они сюда ложатся. Что для того, чтобы понять смысл, да, мы повторили то, что мы услышали, для того, чтобы понять вот этот контекст, понять, о чем он говорится, не перевести, может быть, но понять. Эту вещь очень важно обратить на эмоцию, обратить на то, в каком состоянии человек говорит, почему он это говорит. Исходя из этого, мы можем настроить те кусочки пазла, которые нам непонятны. То, чего мы, может быть, услышали, смогли повторить, но не смогли понять, потому что у нас слов не хватает, или грамматики, может быть. Ну, здесь раньше у меня было начало презентации, я вам хотел показать еще одно видео, может, сколько у нас? А, время еще есть, отлично. Ну, прежде чем видео, я вам хочу еще показать, наверное, по поводу того, насколько вот эти коммуникативные методики, они существуют, и как, да, это тоже с практической точки зрения может быть особо интересно, как они у нас внедрялись, и как, и что с этим получилось. Во-первых, я нашел, например, вот следующий труд, да, это Беляев Борис Васильевич, насколько я помню. Это очерки, видите, по психологии обучения иностранного языка. Это 59-й год, но в течение 60-х годов практически всех он проводил исследования, он снимал показатели, общался со студентами, пытался вот этот прямой метод, direct method, собственно, в Советском Союзе внедрять. И здесь вот целая книжка о том, какие успехи у него будет достигнуть в связи с этим. Дальше, вот метод теневого, вот этот Шен-Уик, да, и здесь вот я на самом деле про него залез вот прямо перед нашей лекцией сейчас, я в других источниках нашел, откуда он был изобретен, нашел наших ученых в Ленинграде, которые производили исследования. Сейчас вот набрал еще раз, видите, здесь упоминается Александр Арк-Уэльс. И благодаря интернету сейчас мир стал, скажем так, доступен, да, другие страны нет никакого железного закреса. И существуют так называемые мультиполиглоты, то есть это люди, которые могут свободно говорить, там, не на пяти-шести языках, там, скажем, на десяти, пятнадцати. И вот здесь можно увидеть, сколько у этого человека языков, да, что he has studied over sixty languages to various degrees of prophecy. Да, то есть у него уже шестьдесят языков в его багаже на разном уровне. При этом he studied in late 2022, да, то есть в 2022 году, что он прочитал ресурсы в его библиотеке на ста пятидесяти пяти языках. При этом, вот как бы возвращаясь из библиотеки, следующее, что я вам хотел показать, я специально в нашем каталоге, который есть в библиотечном, попытался найти вот эту книжку. Да, это Бенни Льюис, он знает около иерландцев, он знает около пятнадцати языков, причем очень экзотический, как арабский язык, как хинди и другие языки. И выпустил на английском книжку флюид информации, да, то есть свободное владение языком за три месяца. Очень многие вещи, про которые я, вот, про эмоциональный интеллект, он тоже вот в этой книге, собственно, о них рассказывает. Можно найти его выступление на TED Talk, на русском языке оно тоже есть. И вот, если у вас есть возможность, вы интересуетесь разговорным языком, очень могу порекомендовать вот эту книжку. Потому что в ней вот тоже очень много секретов, раунд, например, то есть там, например, говорится о том, что многие люди думают, что они взрослые, поэтому они уже все, они уже не могут выучить иностранный язык, у них уже память не та, вообще это сложно. А вот очень многие эти мифы в этой книжке он, ну, как бы, подтверждает, что они, на самом деле, мифы, что все это неправда. В том числе, например, один из мифов тоже мне очень нравится, что у многих есть такой стереотип, что для того, чтобы начать изучать иностранный язык, надо приехать в страну, ну, там, в Вендию, например, или в Германию, и тогда ты автоматом начнешь говорить на иностранном языке. И вот он рассказывает, что ты сам так пробовал изучать иностранный язык, и попав в так называемое bubble expat, ну, прошу прощения, не expat bubble, когда тебе нужно решать годовые вопросы, где жить, где ты будешь есть и так далее, и ты начинаешь, так как ты иностранного не знаешь, искать других таких же форенеров, других иностранцев, и попадаешь в некую коммуну, да, то есть некое согружество таких же, как ты, иностранцев, говорящих на твоем языке. И вот он так полгода приехал в другую страну, пытался изучать иностранный язык, но по большей части общался со своими же ирландцами. Поэтому не работает оно так, да, то есть нужно говорить на иностранном языке, но нужно это сделать правильно. И еще одно, вот как раз для того, чтобы правильно это делать, и что это возможно, по поводу границ интернета, могу тоже очень проекомендовать, есть новый сервис, он называется Atoki, например, да, это социальная сеть для того, чтобы общаться с иностранцем, те, кто изучает иностранные языки. Здесь можно найти учителя с одной стороны, но с другой стороны можно найти просто людей, которые изучают иностранные языки, да, то есть вот можно найти репетитора, вот я хинди, видите, здесь набрал, и вот сразу тут вот огромное количество, вообще в Индии живет очень много людей, как вы, наверное, знаете, хинди, например, является государственным языком, поэтому хинди говорящего очень много, но вот за неделю я нашел шесть индийцев, с которыми тут же пообщался, тут со мной до сих пор общаюсь с нами, преподаваю немецкий, например, в штате Куджирад. Удивительно еще то, что из-за того, что это платформа для изучения языков, как правило, люди, которые, вот индийцы, я имею в виду, здесь встречаются, они очень образованные, воспитанные и знают по 4-5 языков, то есть понятно, что они знают хинди, английский, но, как правило, они еще знают какой-нибудь французский, может, даже китайский или еще какой-нибудь язык, и поэтому они понимают, как изучаются иностранные языки, очень многим интересен русский язык, могу сказать тоже, то есть вот как раз по обмену, да, то есть ты меня получишь хинди, а я тебе получу русскому языку, вот это может быть идея. Не за деньги, а просто туда потраченное время. Я вот так, например, нашел дяд, который живет в Америке, при этом, вот она знает, там около 4 языков, но около часа на санскрите с ней разговаривали. Вот, замечательный ресурс и абсолютно свободный, то есть там контакты связывайтесь по скайпу или каким-то другим образом, потом можно общаться. Вот.